В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского района в студии Максим Козлов. Здравствуйте, но вначале коротко об основных событиях. Гражданский форум прошел во дворце Спорта Видное. Выбирая такую общественную площадку, мы применили второй раз термин «форум» именно для того, чтобы вовлечь общественность. Обманутые дольщики жилого комплекса «Видный город» начали получать долгожданные ключи от жилья. Да, все хорошо, мы благодарны местной власти, что нас поддерживают в наших проблемах. Сезон клещей в разгаре. Для кого эти насекомые представляют особую опасность? Когда раскрыл, увидел клеща и сразу побежал домой. И родители его сняли с помощью масла и щипцов. Проявить свою гражданскую позицию по актуальным вопросам, волнующим жителей муниципалитета, смогли те, кто пришел на общественный форум, прошедший во дворце Спорта Видное. Побывал на нем и наш корреспондент Дмитрий Книга. Во дворце Спорта Видное прошел второй гражданский форум, инициатором которого выступила общественная палата Ленинского района. В рамках мероприятия состоялись тематические круглые столы по актуальным вопросам. Обсудить в форме диалога самые острые проблемы муниципалитета собрались активные жители, а модераторами круглых столов выступили представители общественной палаты. Члены общественной палаты, у нас их 30 человек, провели встречу и обсудили, какие вопросы, какие проблемы наиболее актуальны на данный момент и интересуют жители Ленинского района. Раздельный сбор мусора, развитие комфортной городской среды, волонтерство среди пожилых людей, а также плюсы и минусы городского округа – вот направление, вокруг которых шла дискуссия во время работы форума. Выбирая такую общественную площадку, мы применили второй раз термин «форум», именно для того, чтобы вовлечь общественность в обсуждение вот этих, на наш взгляд, одних из самых важных тем на территории нашего муниципалитета. Жители могли задать интересующие их вопросы. На площадке, где обсуждался раздельный сбор и вывоз мусора, экспертом выступил заместитель директора мусоровывозящей компании, обслуживающей наш район. Если вы видите, что на ваших территориях где-то до сегодняшнего дня не заменены контейнеры, давайте быстренько обратимся в муниципалитет, в рекоператор, и мы их заменим. Оживленный диалог вызвал вопрос объединения территорий района в городской округ. Пример Люберец, близких нам по географическому расположению, говорит о позитивных изменениях после преобразования. Многие идеи получили реализацию благодаря консолидированному бюджету округа. Если говорить про бедный поселок Октябрьский, который был территорией, вот вчера как раз ездили, смотрели, строятся новые спортивные, многофункциональные площадки на территории поселка, который даст, в общем-то, новый толчок и импульс для развития спорта на территории. На площадке, посвященной развитию городской среды, были представлены образцы изменения архитектуры и паркового дизайна. Также был предложен новый принцип участия общественников в работе над проектами. Это когда сами жители активно участвуют не просто в пожеланиях, что они хотят, но они еще и проектируют то, что они хотят. Соответственно, потом уже либо частное коммерческое предприятие, либо непосредственно администрация муниципалитетов реализует то, что люди придумали и хотят у себя видеть возле дома. Еще одна важная тема – привлечение людей старшего поколения к волонтерскому движению. Это возможность для них почувствовать себя нужными, а вместе с тем принять участие в добрых делах. Стоит отметить, что после проведения первого гражданского форума в прошлом году некоторые задумки, появившиеся в ходе общения, были реализованы администрацией района. Дмитрий Книга, Сергей Ларин, Ольга Садовская, Видное ТВ. Хорошие новости для обманутых дольщиков жилого комплекса «Видный город». Здесь дан старт выдачи ключей от долгожданного жилья. И значит, квартирный вопрос тысяч людей оказался со счастливым концом. Сюжет Екатерины Коваленко. Радостные дни наступили для обманутых дольщиков жилого комплекса «Видный город». Уже совсем скоро люди смогут въехать в законное жилье и стать новоселами. Вручить им ключи приехали заместитель председателя правительства России Виталий Мутко, губернатор Московской области Андрей Воробьев и глава Ленинского района Валерий Венцель. На территории комплекса 17 домов. Первыми ключи начали получать владельцы квартир 7-го корпуса. Фундамент их дома был заложен еще в январе 2016-го. Но через два года, за несколько месяцев до срока сдачи, девелопер «Урбангрупп» обанкротился, а люди остались без денег и квадратных метров. Инициативу на себя взял фонд защиты прав дольщиков. И теперь проблемная многоэтажка наконец готова принять жильцов. У вас как в констудии она, да? Да, мы ее оставим. Практичные планировки, качественные стройматериалы – все это, хоть и с опозданием, но получили обладатели квартир. Пока открыт вопрос с социальными объектами. На территории комплекса еще нет школ и детских садов. Впрочем, уже сейчас новых учеников с радостью ждут в новой Лопатинской школе, которая расположена всего в пяти минутах ходьбы. По заверениям власти, ни один дольщик не останется без внимания. Стратегическая задача – защитить каждого жителя, который оказался в этой сложной ситуации, обманутым дольщиком. Мы с первого дня выделяем большие ресурсы для того, чтобы достраивать дома. Это касается и проекта «Урбангрупп». Здесь большое спасибо федеральному решению и других домов. В этом году 19 тысяч ключей будет выдано тем, кто пострадал от нерадивых застройщиков, и мы должны о каждом позаботиться. Пока вопрос к недостройме стоит острый. Только в Подмосковье заложниками ситуации стали десятки тысяч людей. Летом правительство примет ряд мер, ужесточающих контроль за работой застройщиков. С первого июля новую модель создаем. Это будет проектное финансирование. Те граждане, которые хотят вкладывать деньги на начальные стадии, их деньги будут защищены на искровых счетах. Правительство приняло ряд решений. Смягчили переход, дали возможность практически 90% домов по старой схеме строиться. Но при условии банковского сопровождения, при условии сегодня жесткого контроля, это три региона. Новая модель с первого июля, она должна исключить, абсолютно исключить, по проблемам обманутых дольщиков. Всего в ближайшие дни почти 500 человек получат на руки ключи в ЖК «Видный город». Порядок выдачи размещен на сайте Фонда защиты прав дольщиков. Люди сами могут выбрать удобные для них дату и время. Екатерина Коваленко, Александр Логинов, Сергей Ларин. Видное ТВ. С наступлением тепла детские площадки оживают, собирая все большее количество детей. Требования, предъявляемые к этим местам отдыха, самые простые. Игровые зоны должны быть в первую очередь безопасными. Начальник Госадмтехнадзора Московской области Олег Баженов проинспектировал детские площадки Ленинского района, отметив как положительные моменты, так и замечания. Тему продолжим в нашем следующем сюжете. За несколько дней до инспекторской проверки Госадмтехнадзора Ленинский район посетил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин. Среди прочего, он обратил внимание на содержание детских площадок, побывав и в центральной части Видного, где располагаются крупные игровые объекты, и в поселениях на маленьких площадках. Михаил Владимирович отметил, что требования и к тем, и к другим равные. Смотрите, во-первых, должны быть на кащели. В целом Михаил Хайкин дал положительную оценку состоянию детских площадок. И все же руководитель Госадмтехнадзора Московской области Олег Баженов, приехавший в Ленинский район с проверкой комплексного благоустройства, сделал акцент на местах отдыха детей. У кинотеатра «Искры» он пообщался с местными жителями, которые постоянно гуляют с малышами и в большей степени знают о состоянии детских площадок. Краска уже неяркая, и очень много элементов, которые разболтались. Надо помонтировать. Заместитель главы муниципалитета Александр Усков рассказал и молодым мамам, и официальным гостям о том, какие изменения ждут это место. Будет абсолютно новая площадка, полностью реконструкция зоны, которая между улицей Советской, советским проездом до храма, с отдельными четырьмя зонами для пожилых, для спортивных занятий и, соответственно, для детей младшего возраста. Олег Баженов, внимательно выслушав планы проекта, все же отметил, что некоторые недостатки необходимо устранить, не дожидаясь масштабной реконструкции. Далее руководитель областного гос. Адамтехнадзора посетил детскую площадку, расположенную на Жуковском проезде, где первым делом обратил внимание на информационные стенды. Здесь должна быть информация по детской площадке, с телефонами. Диспетчер мог ответить, если позвонить на какие-то вопросы. Олег Валерьевич также выслушал замечания и предложения жителей проспекта Ленинского комсомола по улучшению качества детских площадок. В большинстве своем и дети, и взрослые удовлетворены состоянием игровых зон. На одной из площадок к проверяющим присоединились общественный деятель Людмила Лернер и директор Дорсервиса Дмитрий Полежаев, который вместе с добросовестными жителями постоянно ведут борьбу с вандализмом в местах отдыха. К сожалению, пока эта борьба не в пользу большинства. Побывала инспекция и в домах-новостройках на улице Олимпийской. Качели оказались в закрытом доступе для детворы. Представитель компании, на балансе которой находится местная детская площадка, объяснила почему. Очень сложно найти вот эти тучки, формы. Они же меняются все. Поэтому... Ну, сегодня меняем, завтра опять садятся. Большой вес. И все, опять снова. По окончании проверки, руководитель Госадомтехнодзора Московской области подвел итоги. Довольно значительное количество. 271 детская игровая площадка находится в округе. 80% мы уже детских площадок проверили. Там, где есть нарушения, все протокорируем. И где есть возможность исправить нарушения в течение дня проверки, эти нарушения исправляются. Ну, а в течение трех дней были устранены все нарушения, занесенные в протокол инспекторской проверки. Татьяна Брылова, Константин Брылов, Ольга Садовская, Видное ТВ. Около детского спортивного комплекса «Дельфин» по адресу Жуковский проезд 10А появилась вывеска пивного паба. И это при том, что в непосредственной близости есть еще два учебных заведения – школа и детский сад. Законно ли такое опасное соседство, выясняла специальная комиссия и наша съемочная группа. Недавно на здании фитнес-центра, примыкающего к видновскому бассейну «Дельфин», появилась вывеска пивного паба. Вовсю идут работы по возведению летней веранды. Здание ограничат с видновской школой номер 7, через дорогу – детский сад. Весьма опасное соседство. Самые активные жители района начали обсуждать ситуацию в социальных сетях и писать в администрацию муниципалитета. Несмотря на общий забор, возведенный вокруг «Дельфина» и фитнес-центра, принадлежат они разным собственникам. Это частная собственность, это фитнес, мегаполис. Там есть свой хозяин, своя территория. Мы вместе как единый целый ансамбль. Для разбирательства на место выехала комиссия, состоящая из представителей администрации района, управления по борьбе с экономическими преступлениями, полиции и управления образования. На месте оказались рабочие, завершающие ремонт внутри помещения и возводящие уличную веранду. И арендатор, который уверен, они ничего не нарушают. Здесь мы как бы здоровый образ жизни пропагандируем. Школа тоже и садьб. Да, конечно. И в непосредственной близости. А это с нами пап. Ну, давайте так. Пап под собой подразумевает не продажу хлеб, а спиртного, как минимум. Мы здесь планируем сделать интересные мероприятия для жителей города, всевозможные. И сопровождать это будет максимум слабоалкогольные напитки в виде пива, не более того. То есть мы все нормы соблюдаем и понимаем, где мы открываемся и что мы делаем. Действительно ли арендатор соблюдает все нормы и законы, еще предстоит установить. Реализация алкоголя регулируется федеральным законом 171. Все запреты в этом законе определены и прописаны. Расстояние до ближайших учреждений, где не может быть реализация образовательных, спортивных, определена постановлением администрации Ленинского района. Сейчас ясно одно. Вывеска и строительство летней веранды еще не согласованы в администрации. Поэтому комиссии принято решение приостановить все работы до окончания проверки. Екатерина Борисова, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ. В России начался сезон активности клещей. В связи с этим врачи призывают граждан ответственнее относиться к походам на природу. Что делать, если вас или вашего питомца укусил клещи? Как избежать опасных последствий такого контакта? В нашем сюжете. Лесов, парков и садов на территории Ленинского района хватает. А с наступлением теплых деньков работы у врачей-инфекционистов прибавляется. Ежедневно с укусом клещей к ним обращается в среднем 4 человека. Московская область у нас не эндемичная по клещевому энцефалиту, но довольно-таки часто у нас в клещах обнаруживается лаймборолиоз. Также редко, но встречается горломатозный анаплазмоз человека. Профилактика та же самая, что и у ламборолиоза. Это идет антибиотик-профилактика. Врачи рекомендуют при выезде на природу активно использовать аэрозоли, отпугивающие насекомых. Тем более, что почти у каждого жителя района найдется своя история про клещей. В мае ходили с одноклассниками на пикник, и там на одну девушку сел клещ. Ну, у нас был спрей с собой, и мы попшикали, и он завалился там. Даже если вы самостоятельно удалили клеща, посетить лечебное заведение стоит обязательно. Здесь и анализ делают, и профилактические средства назначат. Врачи говорят, что пациенты с укусами клещей идут к ним до самой поздней осени. В основном, это, конечно, грибники. Как выясняется, клещ спит в чашке гриба. Когда его приносят домой, он отогревается и кусает своего благодетеля. И таких случаев сотни. Не обходит стороной беда и братьев наших меньших. Соня с мамой принесли своего питомца на осмотр. Во время прогулки маленькая хозяйка обнаружила в шерсти собаки непрошеного гостя. Хотела ее погладить. Когда провела по шее, почувствовала там какую-то болячку или что-то такое выпуклое. А когда раскрыла, увидела клеща, и сразу побежала домой. И родители его сняли с помощью масла и щипцов. Стоит отметить, что животные и люди от клещей заражаются разными заболеваниями. Здесь также важно, как можно быстрее посетить лечебные учреждения и не забыть извлеченное насекомое. Они переносят такое заболевание, как пероплазмоз. Переносят клещи рода дермоцентр, к содовой клещи, вызывая необратимые процессы в организме собачек. Животным также необходимо покупать специальные капли, таблетки или ошейники, отпугивающие клещей. Тогда маленькое насекомое не доставит им больших хлопот. И в заключении выпуска расскажем о прогнозах синоптиков. Они предсказывают, что завтра, 28 мая, весь день будет держаться ясная погода. А вечером на небе появятся облака без осадков. Температура плюс 26 градусов. И это все новости на сегодня. С вами был Максим Козлов. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин